Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире «Контрасты души». С нами сегодня опять пастор Максим Каминский. Приветствую. Приветствую. Хотелось бы сегодня поговорить на, может быть, острую для вас даже тему, потому что как простому человеку, который все-таки понял, что без Бога ему жить никак, и он хотел бы найти церковь, в которой бы он мог принадлежать. Как ему разобраться? Ведь вокруг такое количество не просто церквей разных, а динаминаций разных, верований разных, религий разных. Причем одних христианских только можно насчитать несколько тысяч разных течений, не говоря уже о том, что существуют не только христианские религии, и у них тоже есть разные течения. Как не ошибиться в своем пути к Богу и не попасть в ад, в конце концов, или еще куда хлеще? Что больше всего волнует человека в этом вопросе, мне интересно? Как не попасть в ад или как найти дорогу к Богу? Вот это очень важный вопрос. Разве это не одно и то же? Вот я встану на противоположную точку сейчас, да? Потому что вектор движения очевиден. Если я иду к Богу, то я явно не буду... Согласен, это одно и то же. Но мотив тоже важен. И мотив – это часть ответа на этот вопрос. Что является мотивом? То есть, если у меня чистый мотив, то без разницы, куда идти? В каком-то отдаленном смысле. Не в абсолютном смысле этого слова. Я как священнослужитель, представляющий одну из протестантских динаминаций, я не могу так утверждать. Без разницы, иди в какую хочешь церковь, все равно придешь к Богу. Но если мотив чистый, если человек... Однажды к Иоанну Крестителю пришли люди, у которых был нечистый мотив. Они пришли к Иоанну Крестителю, они пришли креститься, а он их не пустил. Он их назвал змеиными детьми. И сказал, змеиная отроди, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Дальше сказал, раскрывая их мотивы, сотворите достойный плод покаяния. Они думали о чем? Сейчас мы ритуал выполним, сейчас мы крестимся, и поэтому мы избежим гнева грядущего мессии, который должен скоро прийти. Они вроде бы и верили тому, что говорил Иоанн Креститель, а мотив у них был не изменить свою жизнь, а совершить какой-то некий ритуал, который избавит их от гнева идущего мессии, который должен проверить, все ли в порядке и навести свои порядки. А Иоанн Креститель сказал, нет, с таким мотивом ничего у вас не получится. Хотя вроде бы и вектор правильный. Ну, они просто, может быть, не сделали еще один необходимый шаг перед крещением. То есть, какая разница, какой мотив. Они уже, как вы сказали, вектор-то правильный, просто последовательность действий. Они решили сначала креститься, а потом что будет? А он им сказал, нет, сначала покаяние, а потом крещение. То есть, просто вопрос последовательности действий. Ведь тот же самый апостол Павел говорил, а иных надо страхом спасать. Страхом чего? Как не страхом того же самого, извините, ада, или страхом какой-то погибели, или страхом гнева Божьего. Ну, возвращаясь к тем самым евангельским иудеям, которые пришли, не думая каяться, пришли принимать крещение. То есть, искали для себя религию, не желая никаких, на самом деле, настоящих перемен в себе. Я согласен, последовательность тут очень важна. Перед тем, как выбрать какую-то религию для себя, да, и выбрать какой-то путь к Богу для себя, нужно быть готовым к тому, что это принесет серьезные изменения в твою жизнь. Вот. Без этого ни один представитель ни одной религии, какую бы ты ни выбирал, ты изучать начинаешь эту религию, изучать эту, эту религию. Честный священник, священнослужитель любой религии, если он увидит, что для человека это вопрос любопытства, вопрос просто эксперимента, и за этим не следует никаких серьезных перемен в жизни человека, он скажет, стоп, ты нарушаешь последовательность, как вы сказали. А почему эта последовательность нарушается? Она нарушается, я считаю, потому что у человека мотив не верен. И вот в самом вопросе было, как найти религию, как найти правильный путь к Богу, чтобы не попасть в ад. Мне кажется, немножко искаженный мотив. Я могу ошибаться, но мне почему-то так кажется. Знаете, я бы сказал так, что порой человек сам не знает, зачем он поступает так или иначе. То есть иногда он начинает действовать, пусть даже с искаженным мотивом, но в процессе исследования находит ту соль, ту жемчужину, за которой он вообще сюда пришел. И он потом так, вот зачем, вот оно зачем. Меня к этому тянуло, я не понимал, почему. То есть уже здесь начинает проявляться какая-то божья забота о падшем человеке. То есть Бог начинает его куда-то тянуть. У него там какая-то пустота, она его гложет, он не понимает, что он хочет. Он что-то услышал там, а есть какой-то ад, слушай, а может ли правда есть, а дай-ка я поузнаю. И изначально, да, действительно, им движет любопытство. И не мудрено, если он там начнет путать, в какой последовательности что нужно делать. А может ему нужно креститься сначала, а потом каяться, а может еще что-то. А может он вообще не услышал про покаяние-то ни разу ни от кого. Я как пастор, как служитель, который много раз готовил людей к крещению, к заключению завета с Богом, я могу подтвердить, что очень часто путь к Богу действительно начинается вот таким образом. Вот как вы описали. Человек чувствует какое-то непонятное побуждение, страх перед загробной жизнью, в которую я, хочу сказать, не верю. Я верю в то, что будущее, о котором говорит Священное Писание, это жизнь Божьего Отца, после второго пришествия Иисуса Христа, все умершие спят, они воскреснут в день второго пришествия Иисуса Христа, поэтому я не верю в горящий и пламенеющий ад после смерти. Но бывает так, что человек испытывает какой-то непонятный страх перед будущим, и поэтому начинает искать путь к Богу. Но все равно мотив должен потом выровняться. Все равно, рано или поздно, вот почему-то Иоанн Креститель в этой истории, которую я описал, почему-то он с самого начала заговорил о мотивах. Вот он был таким служителем, который наверняка, если бы его перенести в наше время, он бы сказал, нет, нужно сразу же выстроить правильные мотивы, потому что у него, наверное, были бы какие-то аргументы. Интересно, что Христос с Иудой так не стал поступать. И с Иудой, и с Кариотом, который его потом предал. Если он его терпел, он ему не сказал, слушай, дорогой, у тебя там вообще-то какие-то корыстные мотивы, Иоанн пишет, что он вообще воровал из той... Вы критикуете Иоанна Крестителя? Нет, я просто говорю, что у Иисуса Христа и у Иоанна Крестителя были разные методы. А сказать, что один был правильный, другой неправильный? Да, значит, все-таки задавать вопрос... Я не знаю, возможно, и то было приемлемо в том конкретном случае. А в этом случае это приемлемо. Это не значит, что теперь все, вот, под Иоанна Крестителя все должны действовать. Ну, позвольте, я просто скажу, какой, на мой взгляд, правильный мотив будет в поиске религии. Конечно. В поиске религии. Это, безусловно, поиск Бога. Богопознание. Богопознание. Да, да, да. На мой взгляд. Ну, конечно, я, конечно, я понимаю. Я понимаю, что я сейчас идеализирую. В жизни, безусловно, я пастор уже с многолетним сажем, я понимаю, что по-настоящему в реальности бывает, ну, совсем не так. Очень мало людей с таким чистым богоисканием начинают искать религию. Скорее всего, у людей там проблемы в жизни возникают, страхи какие-то, трудности, и они начинают искать религию, правильную религию, чтобы найти, наверняка найти помощь. Наверняка, потому что они думают, если они ошибутся в выборе религии или динаминации христианской, то Бог их не услышит, и помощи они от Бога не найдут. Я с этим согласен. Но, тем не менее, правильный мотив в поиске пути к Богу – это познание Бога, желание познать Бога. Ну, Иисус Христос сказал об этом так. Он сказал, что тот, кто ищет вечной жизни, должен исследовать священные писания. Это один из ответов на вопрос, как найти правильную религию. Надо брать священные писания. Сам Иисус Христос об этом сказал. Исследуйте священные писания, сравнивайте практику и жизнь разных динаминаций, разных церквей с тем, что говорит Библия, и вы не ошибетесь. Ну, здесь тогда серьезный вызов получается для человека, потому что те же самые богословы, они исследуют писание всю свою жизнь и еще никак не доисследовали, что называется, какую-то точку не поставили, все, у них где-то какие-то вопросы появляются. Представители разных динаминаций приходят, начинают друг другу какие-то аргументы подставлять из одной и той же самой Библии, и тоже не могут прийти к единому мнению. И слушающие, вот посторонние слушающие, да, как ему еще исследовать? Ну, послушать на одних, послушать других, послушать третьих, почитать самостоятельно, открывает, читает самостоятельно, ничего не понимает, читает второй раз, ну, что-то там проясняет, но все равно ничего не понимает. Надо как бы кого-то умного послушать. Я это проходил. Послушал, столько мнений, и все, а их тысячи, хочу тысячи, и как в этом разобраться? То есть не хватит жизни для того, чтобы это все перелопатить просто? Ну, это не совсем так. Я, лично я это проходил, и более того, я родился в религиозной семье, в семье верующих людей, воспитывался как верующий человек, и тем не менее, в какой-то определенный момент я понял, что я следую вещам, которым я научен от родителей. И я понял, что мне надо искать самостоятельно путь к Богу. Я открыл Евангелие, я открыл Библию, и понял, что я ничего не понимаю. И тогда я стал молиться Богу, потому что я в Него верил. Я стал молиться, говорю, Господи, помоги мне понять эти слова, помоги мне понять тексты Священного Писания. Я был еще совсем юный тогда, и я молился такими словами, Господи, дай мне Твоего Духа, который руководил людьми, которые писали эти слова, и только Твой Дух, и только Ты можешь дать мне понять эти слова. И со временем, чем дольше я об этом молился, я не просто молился, я еще и читал, ничего не понимая. Я стал замечать, что я начал понимать. И я хочу сказать, да, у меня сегодня за плечами богословское образование и так далее, но начало моего пути к Богу, оно совершенно было другое, с абсолютного непонимания Божьего Слова. Когда я читал разные слова и пытался понять, что здесь вообще авторы хотят сказать, я ничего не могу понять. И я тогда дал себе, когда я начал понимать, я дал себе слово, что я на протяжении всей жизни буду говорить людям. Если понял я, я сто процентов могу вам сказать, поймете и вы. Я вас в этом уверяю. Потому что есть Бог, потому что Он живой, и потому что Он видит людей, которые искренне хотят найти к Нему дорогу. Опять я возвращаюсь к вопросу, который задал в самом начале. А что тобой движет, что ты ищешь религию? Эксперимент, кураж, мода? Ведь это же модно. Давай я сейчас, ну, может быть, не среди всех кругов, это я немножко палку перегнул. Ну, среди есть круги, среди которых это модно. И если ко мне придет человек, я увижу, что им движет именно мода или что-то иное, а не богопознание. Я ему, я вряд ли закрою перед ним дверь церкви. Это так нельзя. Приходящего ко мне не изгоню вон. Может быть, именно так человек и найдет Бога, как вы об этом говорите. Посидит, походит, потому что модно, а потом что-то щелкнет. А потом что-то щелкнет в голове. Но, тем не менее, мой долг будет ему об этом все-таки сказать. Слушай, ты же не Бога ищешь. Просто вот в твоем окружении все верующие, и ты решил для себя какую-то религию избрать. Но, друг, ты так ничего не найдешь, если мотив твой не изменится. Ну, тем не менее, получается вопрос такой. Если человек абсолютно искренний, тогда что же получается? Ему практически неважно, в какую религию он пойдет или с какой религией он начнет. Или, ну, открыл он священное писание и пошел. Вот. Куда идти? Пока он ничего не понимает. Ему же нужно куда-то приходить. Как бы я хотел, чтобы все люди с первого же шага находили тот путь, который нашел я. Я бы очень этого хотел. Но человек открывает священное писание, находит первого же более-менее верующего человека рядом с ним, спрашивает у него совета, тот ему что-то говорит. Не понимая ничего, он идет просто за этим человеком, что ему объясняют. Господь сказал, что его овцы в самых разных дворах. Я поясню эти слова. Иисус Христос себя представляет в образе пастуха, в образе пастыря. И на ночь все эти овцы запирались в разных овчарнях, в разных дворах. И он говорит, я как пастух, у которого овцы его подопечные, в самых разных дворах заперты. И я вот, он говорит, выхожу так утром и кричу, что там, не важно. И все овцы, они слышат мой голос, из разных дворов все равно сбиваются в одно стадо, чтобы пойти за мной на пастбище. Это такой красивейший образ. А этот образ не унижает нас, верующих. То есть он не хочет сказать о нас, как об овцах. Это просто образ вот того, что... Да в разных есть вот динаминациях люди, подлинно любящие Бога, ищущие Бога. По-разному люди приходят. Может, не во всех странах, не во всех городах. Есть церковь, моя церковь, в которой я верю, что есть истина и правильный путь к Богу. Уж простите меня за такие слова, но я бы не был пастором этой церкви. Я верю, что именно в этой церкви. И поэтому, но там, в этих городах, в этих вот местах, в этих странах, есть люди, которые искренне ищут Бога. Они попадают в разные церкви, как вы сказали. То есть встречают первого попавшегося верующего человека и просят, объясни мне, исследуют тому, чему он их учит. Главное, чтобы совесть продолжала оставаться открытым для голоса вот этого, голоса Иисуса, который зовет, зовет. Может быть, он призовет из этой церкви в другую. В какой момент? Может быть, он открытый. Да, вот это очень такой скользкий получается момент. Потому что когда человек принимает решение все-таки следовать уставам какой-то из церквей, в которые он вхож и познает уже, естественно, все, чему эта церковь учит. И вдруг он начинает слышать новые какие-то идеи. Он сталкивается, например, с другой деноминацией сталкивается. И они оттуда говорят, слушай, вообще-то вот так неправильно, вот так правильно. Как ему реагировать? Это голос Божий, призывающий его поменять, потому что действительно здесь не совсем верно? Не факт. Или это искушение, которому нужно противостоять и вообще чур меня, я вот здесь вот? На пути к Богу, естественно, очень много, как говорил Иисус, говоря библиотским языком, соблазнов. Которые для того и воздвигаются, чтобы, ну, с одной стороны, Бог их допускает для испытания человека, а с другой стороны, враг человеческой души хочет погубить человека, безусловно, ввести его на неверный путь. Но почему Бог допускает? О каком испытании я говорю? Очень интересный вопрос. Если человек в вопросе богопознания, придя в церковь, выбрав какую-то религию для себя, остается на том же уровне, на каком он был в первые дни своего пути к Богу, это значит, он Библию плохо знает, не изучает священное писание, привык следовать только тому, что говорят учителя, другие люди. Это плохо. И Бог это испытывает в человеке. Как раз таки, когда начинает человек, выбравший для себя какую-то религию, слышать другие голоса, испытывается его степень развития духовного, степень богопознания, потому что развитие подразумевает следующее. Ты изучаешь писание, и то, что ты слышишь, то, что ты видишь, то, к чему ты даже привык уже в религиозной жизни, ты опять сверяешь по новой и по новой, сверяешь с Библией, с Божьими заповедями, с евангельским учением. И все лучше и лучше корректируешь свой путь к Богу, так можно сказать. Спасибо. Спасибо за эти мысли, Максим. Спасибо, дорогие друзья. Пусть Господь вас благословит в вашем пути и познании Господа, чтобы это познание не прекращалось, чтобы вы познавали его больше и больше и познавали и его слово.